Украина все-таки сделала шаг на пути в Европейский Союз. Верховная Рада в четверг приняла поправки к Трудовому кодексу о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации. ЛГБТ-сообщество уравняли в правах с остальными гражданами. Правда, пока только на рабочем месте. Новые и старые семейные ценности сравнила Анастасия Андрощук. Несколько сот представителей украинского ЛГБТ-движения всю сессионную неделю провели у стен Верховной Рады. Они пытались напомнить депутатам, что уважение к правам и свободам каждого – это именно то, чего требовал Евромайдан. Украинское общество требует перемен. Украинское общество требует соблюдения прав человека. Я думаю, что любой человек должен понять, если сегодня мы будем ущемлять какую-либо группу людей, то завтра придут за вами. Активисты с грустью и разочарованием встречали новости о проварных голосованиях. Очень важный закон. Нежелание поддерживать антидискриминационную поправку члены парламента объясняли просто. Дескать, украинцам сейчас не до геев и путешествий в Европу. Зарплата у народа низкая, так что сидите дома, угощайтесь гречкой и горилкой по праздникам. Народные избранники дважды отказывались принимать антидискриминационную поправку. Но на третьей все же решились. Рада проголосовала «за». ЛГБТ-движение называет это прогрессом, но до истинной свободы еще далеко. Стало ясно, что словосочетание европейские ценности для депутатов сводится к визам, евро и джинсам в обтяжку, констатирует лидер общественного движения «Точка опоры» Богдан Глоба. Есть только имитация демократического процесса. Понятно для меня и обидно, что эта норма принималась не потому, что нужно запретить дискриминацию, не потому, что есть проблема и парламентарии хотят ее решить. Не осознанно. А вот потому, что так требуют европейские союции. Давайте уже примем и забудем про это. И вот даже Гройсман пообещал, что для баланса они внедрят институт специального уполномоченного по семейным ценностям в Украине. Спикер парламента и не скрывает. Закон приняли только потому, что депутатов приперли к стенке европейцы. Если для отмены шенгенских виз ЕС требует защитить права всех, без исключения граждан страны, то получайте. Но с рядом принципиальных оговорок. Семейные ценности для нас основные. Никаких однополых браков в Украине и быть не может. Это моя позиция и позиция большинства членов украинского парламента. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, сказано в первой статье всеобщей декларации прав человека. Партийные лидеры говорят обществу что-то другое. Уверенно говорят, убежденно. Все потому считают обозреватели, что обладатели депутатских мандатов играют в поддавки с электоратом. Они боятся рисковать собственными портфелями, а потому декларируют принципы, близкие миллионам граждан страны. Им бы заняться образованием и развитием нации, чтобы свобода и демократия перестали быть пустым звуком. Но что-то не складывается. Возможны выборы, значит, надо нравиться избирателю. А это может не понравиться избирателю. Потому Европа пусть смотрит. Готова нам без этой недоработки взять, дать нам безвизовый режим или не готова. В Европе придется серьезно задуматься над этим вопросом. Ведь дискриминацию в Украине запретили исключительно в трудовом кодексе. То есть на работе можно чувствовать себя в безопасности. А вот на улице, в театре, кино или больнице ЛГБТ, этнические и другие меньшинства остаются бесправными. С неподдельной радостью новость о принятии антидискриминационной поправки встретили родители детей с нетрадиционной ориентацией. Появилась надежда, что самые дорогие им люди со временем будут наделены теми же правами, что и большинство украинцев. Я вот счастлива. Вот реально, знаете, такое впечатление, как будто я миллион выиграла. Я думаю, что и в душах депутатов тоже произошла такая работа какая-то. Я, во-первых, их поздравляю. Во-вторых, я даже понимаю их где-то, потому что мне самой тяжело было принять ЛГБТ, моего любимого, единственного сына. Я его долго не могла принять. Поэтому я разделяю их чувства и я поздравляю их с их победой. Это, может быть, отчасти была для многих и победа над собой. Целый спич о правах ЛГБТ выдал президент Петр Порошенко. Если коротко, то он против притеснения геев, но за традиционные ценности. Как православный христианин, как отец четверых детей, я выступаю за сохранение семейных ценностей, традиционных для украинского общества. Твердо и убежденно. Но как гарант Конституции я категорически против дискриминации кого-либо из украинских граждан по любому признаку. По президенту хранитель морально-этических принципов институт церкви. А православная церковь, как известно, считает нетрадиционную любовь садомией. Украинским священнослужителям не нравятся формулировки принятой поправки. Как бы ненароком, в погоне за длинным шенгеном Рада не разрешила гей-браки, опасаются святые отцы. Впрочем, зря опасаются. Мы видим, к чему приводит использование подобной терминологии в других странах. А приводит оно к ограничениям в правах других категорий населения. Под видом борьбы с дискриминацией начинается дискриминация верующих, которые критикуют такие явления. Мы предлагаем называть в законе запрет дискриминации по половому признаку и сексуальной ориентации запретом на дискриминацию, отношение к полу и половым связям. При всех противоречиях сам факт принятия поправки уже большая победа Украины, говорят либерально настроенные обозреватели. Впрочем, в самой Украине многие начинают понимать. Проблема в том, что спустя полтора года после революции достоинства здесь до сих пор умирать за ценности легче, чем с этими ценностями жить.